Азан.кз представляет Он вышел из Хоросана, из местности Мерв. Говорят, что он родился в Самарканде и вырос в Абиварде. Покинул этот мир в Мекке в месяце Мухарам в 187 году по хиджре. Я слышал от Мухаммада ибн Аль-Хусейна, а тот от Абу-Бакра, Мухаммада ибн Джафара, а тот от Аль-Хасана ибн Амдуллы Аляскари, а тот от сына брата Амбузура, а тот от Мухаммада ибн Исхака ибн Рахия Рахавайха, а тот от Абу-Аммара, что он сказал, ссылаясь на Аль-Фудайля ибн Мусу, что Аль-Фудайля ибн Яд, да помилует его Аллах, а раньше был лихим молодцем, который грабил караваны между Абивардом и Сарахсом. Причина его покаяния стала следующая. Он влюбился в одну рабыню, и, взбираясь на стену, чтобы встретиться с ней, услышал чтеца Хорана, читающего, «Разве не пришло время, чтобы сердца тех, кто уверовали, смирились в припоминании Бога». Он сказал, «Господи, воистину, это время пришло». И вернулся обратно. Ночь привела его к каким-то руинам. В них была группа людей. Один из них сказал, «Пойдемте». Другой ответил, «Давайте дождемся рассвета, ведь на дорогах орудует Аль-Фудайль, и он может ограбить нас». Услышав это, Аль-Фудайль раскаялся и взял их под свою защиту. Позже он осел в святом городе и там же покинул этот мир. Аль-Фудайль, да помилует его Аллах, сказал, «Когда Аллах полюбит своего раба, он низводит на него много печали, а когда он ненавидит своего раба, он дарует ему обилие мирского». Ибнальму Барак сказал, «Когда умер Аль-Фудайль, печаль вместе с ним ушла из этого мира». Аль-Фудайль, да помилует его Аллах, сказал, «Если бы весь мир и всё, что в нём были предложены мне, и с меня бы сняли ответственность за наслаждение им, я бы всё равно отвернулся от него, как вы бы отвернулись от разлагающейся мертвичины, скорее проходя мимо неё, чтобы не запачкать ею свою одежду». Аль-Фудайль, да помилует его Аллах, сказал, «Я скорее поклялся бы в том, что я лицемер, чем в том, что я не лицемер». Аль-Фудайль, да помилует его Аллах, сказал, «Не совершать действия ради других – это лицемерие, тогда как совершать действия ради других – это многобожие». Абу Али Араззи сказал, «Я сопровождал Аль-Фудайля 30 лет, и за это время я ни разу не видел, чтобы он смеялся или улыбался, кроме дня, когда умер его сын Али. Я спросил его об этом, на что он ответил, «Если Бог что-то полюбит, я тоже полюблю это». Аль-Фудайль сказал, «Когда я не повинуюсь Богу, я замечаю это из поведения моего осла и моего раба».